Всем привет! Сегодня хотел бы вам рассказать о довольно интересном видеорегистраторе. Это комбо-видеорегистратор, построенный в форм-факторе зеркало. Это накладка на штатное зеркало для автомобиля. Примечательно тем, что это уменьшает количество устройств на лобовом стекле и слегка увеличивает штатное зеркало, что кому-то даже будет удобнее, потому что видно все происходящее, к примеру, внутри салона автомобиля. Управление происходит через сенсорный экран 5-дюймовый, который, если как видите, почти не заметен на самом устройстве, либо 5-ю физическими кнопками, которые расположены под экраном. Но, как лично для меня, так и управление сенсорным экраном значительно удобнее. Ну что, давайте посмотрим, включим. Но прежде всего хотел бы еще, конечно, добавить то, что в видеорегистраторе встроенный 5-дюймовый экран. Встроенное питание у нас идет суперконденсатор, который не боит холодов и больших перепадов температур, как в плюс, так и в минус, что очень удобно в зимнее время в Сибири. Ну, плюс еще, конечно, матрица Sony IMX 307. Она все еще довольно хорошо, качественно снимает и устанавливается во многие устройства. Производитель все ее еще использует. Давайте включим. Тыльную камеру я не установил. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Потому как она больше используется для того, чтобы фиксировать, что у нас происходит за автомобилем, либо режим парковки. Качество у нее, конечно, больше удобно для того, чтобы на самом деле соединение со спутниками установлено. Произвести парковку. Так, ну давайте посмотрим. Значит, с помощью сенсора у нас есть 7 кнопок, с помощью которых можно управлять, либо 5 физических кнопок, размещенных под экраном. Выбор есть. Давайте пробежимся по менюшкам. Первое, это у нас сделать запись. Второе, это у нас режим просмотра видеозаписи, защита записи, либо удалить ненужные файлы. Во время записи у нас есть блокировка файла. Запускаем видеозапись. И блокируем ход перезаписи. Следующий пункт, это у нас меню радарной части, чувствительность. В видеорегистраторе используются 4 режима. Это трасса, город 1, город 2 и интеллектуальный режим. Смарт режим, с помощью которого, в зависимости от скорости, подбирается наиболее актуальный режим работы. И включаются определенные режимы отслеживания радарной части. Каждый может подобрать под себя, в зависимости от условий, которые он ездит. Настройка звука, режим оповещения. У нас можно вывести, запустить на видеорегистраторе в радарной части, что у нас будет работать либо база GPS, либо просто радарная часть, либо совмещено и GPS, и радарная часть. Сами понимаете, что при включении GPS у нас работает только через антенну, через встроенную базу. Если мы включаем радарную часть, отключается встроенная база. Ну и тут уже, смотрите сами, диапазоны работы радара. x-диапазон, k-диапазон, стрелка, лазер. Можно их отключить, и при сохранении они уже работать, конечно, не будут. Отключение звука радара, отключение звука GPS-оповещения, превышение скорости. Выставляем определенную скорость, при которой у нас будут приходить уведомления о том, что мы превысили, и видеорегистратор вам даст команду о том, что пора бы снизить скорость. Дальность GPS-оповещения. Автоматический режим в зависимости от скорости вас будет заранее предупреждать. И, к примеру, можно посмотреть количество спутников в данный момент у нас в работе. Выносная антенна работает. Это значительно лучше, чем встроенная. Так, ну что, следующее. Это непосредственно настройки самого видеорегистратора. Громкость. Формат даты. Часовой пояс. После подключения GPS он автоматически находит. Язык. Отключение экрана. Звуки клавиш. G-сенсор. Форматирование карты памяти. Сброс на заводские настройки. И версия ПО. Если посмотреть версия ПО, то база от 2022 года. Оборудование можно посмотреть, какое используется. Тут же написано и матрица. Ну и данные. Базы данных. Третий пункт в настройках. Это будут настройки непосредственно самого видеорегистратора. Видеозаписи. Предлагаются у нас три разных разрешения. Это Super HD, Full HD и обычное HD. Цикл записи от одной до пяти минут. Запись звука. Микрофон включения. Значит экспозиция. Исок. Контраст. Насыщенность. Резкость. Парковочные линии. При подключении тыльной камеры у нас на экране будут выводиться парковочные линии. И переключение режимов отображения в зависимости от камеры. Опять же можно вывести на экран либо обе камеры, либо только одну. Какую нам потребуется. Так. Все то же самое можно. Вот сейчас у нас здесь выскакивает к диапазон. Все то же самое можно у нас вывести с помощью физических клавиш, которые расположены в нижней части экрана. Но, как я уже говорил, во время движения, к примеру, чтобы не сильно отвлекаться, все это можно выполнить с помощью сенсоров. Кнопочки хорошо реагируют. Все довольно быстро происходит. И уже не отвлекаешься от вождения. Вот что я хотел рассказать о комбо-видеорегистраторе от компании Playme. Модель Vega Touch. С сенсорным управлением, выполненным в форме накладки на штатное зеркало.